Добрый вечер в эфире 4 канала разговор с главным и сегодня мы поговорим о развитии сельского хозяйства Свердловской области с министром агропромышленного комплекса и продовольствия нашего региона Дмитрием Дегтяревым. Дмитрий Сергеевич, добрый вечер. И сегодня я хочу начать разговор с денег, все любят про это говорить. Я посмотрела бюджеты на 2017 год и на 2018 год на АПК. Из федерального бюджета в прошлом году было выделено порядка 4 миллиардов 400 миллионов рублей. В этом году, как заявил Алексей Орлов, было выделено чуть больше 4 миллиардов рублей. Так получается, что из федерального бюджета не растут поступления к нам. Во-первых, хотелось бы сказать, что сумма 4 миллиарда 200 миллионов 300 миллионов это консолидированный бюджет, направляемый на государственную поддержку нашей отрасли. Из федерального бюджета раньше мы получали 1 миллиард 400, в этом году планируем получить 1 миллиард 100 миллионов рублей. Значит, сокращение федерального финансирования с чем связано? Меняются меры господдержки, направления. И раньше, до 2016 года, основной составляющей выделения из федерального бюджета в бюджет Свердловской области по направлению АПК было, значит, возмещение процента ставки по коммерческим кредитам. То есть основные средства из федерального бюджета шли именно на поддержку, обеспечивание, обслуживание коммерческих кредитов селян. Как известно, с 1 января 2017 года вступила в действие новая программа так называемого льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Сейчас разницу между, скажем так, коммерческой ставкой и ставкой, которую, подставку, которую получает сельхозтоваропроизводитель, федеральный бюджет напрямую возмещает банкам. Поэтому кредиты, которые были приобретены до 2017 года, они заканчиваются, соответственно, денежных средств на их обслуживание меньше. Поэтому идет сокращение федеральных средств. Что касается областных средств, как известно, наша Свердловская область была первой в Российской Федерации, когда в 2011 году наши депутаты приняли такое законодательно оформленное решение, что поддержка на развитие сельского хозяйства в текущем году не может быть ниже объема предыдущего года. И поэтому год от года выделение средств областного бюджета у нас увеличивается. Дмитрий Сергеевич Диксерев родился в 1977 году, вырос в Каменском районе Свердловской области. В 1999 году окончил Уральскую академию государственной службы. Всю карьеру построил в областном министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия, где прошел путь от ведущего специалиста до главы ведомства. В декабре 2016 года назначен на пост министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. В этом году на 500 миллионов больше, чем в прошлом, правильно? Значит, это последнее решение вчерашнего заседания законодательного собрания. Мало того, в декабре месяце по решению губернатора Свердловской области Евгения Владимировича было принято решение уже о выделении дополнительно 157 миллионов рублей. Как раз связано с той проблемой, что наша страна впервые, ну, за последнюю историю, столкнулась с проблемой, что на рынках наших магазинов появилось очень много продукции, которая, ну, по своему качеству, по своему происхождению маленько не соответствует тем установленным нормам ГОСТом и техническим условиям, требованиям, которая стала более конкурентоспособной по цене, но по качеству она стала менее соответствовать этим требованиям. И получается, наша продукция отечественных производителей, в частности Свердловской области, которая качественная, которая проверена веками, которая имеет, ну, скажем так, потребительский приоритет, она стала менее востребована из этой цены. И чтобы как-то снизить, снивелировать вот эти вот упущенные выгоды сельхозтоваропроизводителей, государственная власть в лице губернатора приняла решение, чтобы поддержать, подготовить пассивной, принять такие меры по дополнительному субсидированию молока. Вот давайте поговорим про молоко, потому что также в бюджете еще в прошлом году было предусмотрено вот эти вот молочные субсидии. Вы можете рассказать, вот уже сейчас какие-то показатели улучшились у нас по молоку? Ну, молочная отрасль – это основа развития нашего сельскохозяйственного сектора, экономики данной отрасли. Принимая решение с 2004-2007 года, было выбрано, наверное, самое главное, верное решение о приоритизации данного вида деятельности молочного. И началась, так сказать, комплексная программа развития данной отрасли. Тогда уже в 2007 году было принято решение о субсидировании в размере 3 рублей за килограмм реализованного молока, поддержки уже в то время. И самое главное, были приняты меры, которые стимулировали бы развитие именно капитальных уложений. То есть была принята программа субсидировать строительство, модернизацию, реконструкцию молочных комплексов до 30% и до 50% современной техники, которая стоит в этих комплексах. Что это в результате дало? На итоги 2017 года, по итогам года, Свердловская область по темпам прироста объемов молока занимала третье место в Российской Федерации. То есть то, что мы плюсовали, мы были третьи. В итоге по объемам производства 2017 года мы стали восьмые в стране. Ну, соответственно, первые по всем этим показателям мы в Уральском федеральном округе. В 2017 году мы произвели молока во всех категориях граждан и наших общественного сектора. 717 тысяч тонн. Это плюс 41 тысяча тонн молока дала наша область. При том, что вся Российская Федерация дала чуть больше 500 тонн. То есть около 8-7% прирост – это участие нашей области. Это говорит о том, что выбрав правильное направление, мы сейчас получаем, достигаем хорошие результаты. То есть нам есть чем здесь гордиться. Приведу пример. Сейчас вот большой вопрос стоит о целесообразности потребления натуральных продуктов или там их заменителей, более жирных, еще меньше. Наш производитель вместе с переработкой производят одни из лучших качественных молочных продуктов. Это признано не только у нас, но и на федеральном уровне. Например, одна из главных компаний по производству молочной продукции, Данон, второй год сподряд признает молоко, произведенное в Вербицком районе, СПК Килачевский, лучшим в России. Но раньше они в Перми сотрудничали, насколько я помню. Нет, Данон – это федеральная сетка, она имеет потребителей по всей стране. То есть одним из поставщиков является Килачевский. Если у килачевцев молоко лучшее, то это о чем говорит? Мы в равных условиях, корма примерно те же самые, генетика, селекция, скот, люди, которые работают, технологии. Значит, мы все равно имеем какое-то преимущественное, качественное преимущество перед остальными производителями. Не в цене, а именно в качестве. И в цене, и в качестве. То есть мы конкурентоспособны, мы имеем качественное молоко. То есть у меня старые данные о том, что наши местные производители на 60% покрывают необходимость региона в молоке. Это правда. То есть есть разные методики определения, насколько мы себя обеспечиваем по продовольственной безопасности. 62% – это показатель, который рассчитывается простым методом. Есть медицинская норма потребления – 320 кг человека в год. И мы в то же время при количестве населения Свердловской области 4 миллиона 300 тысяч человек, умножая, получаем сумму. Если взять 717 тысяч тонн молока произведенным, это как раз 62%. То есть нам есть куда еще расти. Но сложилась ситуация, что с января месяца на полках наших магазинов сложно было зайти. Сейчас это маленько исправляется за счет того, что проводятся акции. Наши союзы, отраслевые союзы производителей молока животноводов, союз пищевой перерабатывающей промышленности постоянно производят акции, которые направлены на популяризацию потребления натурального молока. Именно нашего местного, для того, чтобы народ знал, что наше молоко, оно качественнее, доказывать это ценой, ну и присутствием на прилавках, ассортиментом продукции, которые наши переработчики представляют. У нас такая необычная ситуация в Свердловской области отличается от других тем, что у нас одно из самых больших количеств предприятий, которые перерабатывают молоко. У нас их около 50, из них 20 крупных молзаводов, а в других субъектах Российской Федерации присутствуют где-то 3-5 до 10. А у нас такая хорошая конкуренция, конкуренция, она всегда порождает естественный процесс производства качественной продукции. Вот еще я тоже читала, что Федерация планирует запретить производство сыра из растительных жиров в надежде, что вот как раз таки мы будем потреблять натуральные продукты и таким образом поднять потребление молока для изготовителей сыра. Вот как вы думаете, с вашей точки зрения, это спасет ситуацию, и вот нам в том числе поможет, и как, если все-таки будет принято решение запретить продавать сыры? Абсолютно правильное решение. Такое решение необходимо было принимать намного раньше. Значит, потребитель должен знать, что он потребляет. Натуральные продукты из животных жиров, это мы говорим натурально-сливочное масло, творог, произведенный не из сухого молока, а именно из натурального. И второе, он потребляет какие-то спреды, которые производятся на основе уже растительных масел. Мало того, там еще не пишут же, что это сырный продукт, например, или сметанный продукт. Пишут сметанка, сырок, и очень сложно простому человеку понять, что это неправильно. Производители идут на всякие уловки, на этикетке может присутствовать слово, которое вводит в заблуждение. Потребители, и он, не отдавая отчета, не вникая в глубину того, что он приобретает, потребляет продукцию, которая произведена из некачественного, более дешевого сырья. И тем самым нарушается баланс именно производства, потребления натуральных, полезных продуктов питания. Ну, все мы знаем, почему, да, еще покупают, потому что, ну, достаточно большая разница в цене. Ну, когда мы приходим в магазин и видим, там, сыр российский, сыр, сыр, сыр российский, ну, как-то так они называют, похоже, что это сыр российский. И рядом тоже сыр российский, но он там в три раза дороже килограмм стоит. Если вот мы уберем вот эти вот спредовские продукты, сыры на растительных жирах сделанные, как-то мы сможем сделать пониже цену на натуральный сыр? Или вот он будет у нас дорогим? Ну, все равно, чтобы произвести сыр, необходимо потратить определенное количество сырья, продуктов. Но если на килограмм сыра требуется определенное количество литров молока, есть у него рыночная стоимость, оно не может быть ниже. Ну, бывают, когда, например, сезонные скидки, там, за товар, как где-то у сельхозтоваропроизводителей, или на предприятии по производству данных сыров, цена может быть ниже. Но зачастую некачественная продукция, она стоит столько же, сколько качественная. Ну да, такое тоже бывает. Да, это главная проблема. Еще читала, что в прошлом году за счет средств областного бюджета государственная поддержка аграриям оказывалась по 28 направлениям. По поддержке, в том числе и с федерального бюджета, по 24 направлениям. А что это за направления? Будет ли добавлено в этом году какие-то еще? Ну, на той роли, наверное, государства, чтобы определять приоритеты направления развития любой из отраслей. Будь то машиностроение, промышленность, либо сельское хозяйство. Значит, проходит время, какой-то вопрос закрывается, господдержка по данному направлению прекращается. Выбирается другой стратегический вектор развития, и по этому направлению выделяются денежные средства. Оно вот и в этом году как бы также остается около 30 направлений государственной поддержки, но появляются новые. Например, с 2012 года и на федеральном уровне, и у нас начала работать программа, так называемая, грантовая поддержка малых форм хозяйств. Это начинающий фермер, семейная животноводческая ферма, это было новое. Сейчас оно продолжает развитие, включаются новые программы. Через два года была придумана грантовая поддержка развития потребительской кооперации. Поэтому все живое, все двигается. Давайте поговорим еще про пятилетку развития губернатора. Это такая серьезная программа, и наверняка там прописана поддержка ПК. Вот в чем она заключается? Можете рассказать? Там прописана не поддержка ПК, а прорывные направления в сфере сельского хозяйства. Мы должны работать на самообеспечение жителей Свердловской области продовольственной безопасностью, и сделаны выбранные направления. Это молоко, про что мы сами уже говорили, это обязательно овощи. То есть у нас самый низкий показатель по обеспеченности – это овощи как закрытого, так и открытого грунта. То есть сейчас принимаются государственные меры для того, чтобы стимулировать производство овощей. Чтобы стимулировать производство овощей, которые в теплицах выращиваются. Крупный инвестпроект того года, и в этом году он продолжается, это ЗАО «Тепличная». 17,6 гектаров построено в первую очередь. В этом году они продолжают, и мы уверены, что к осени уже ведут еще дополнительно 6,8 гектаров теплиц, которые производят томаты, огурцы, салаты. То есть пятилетка развития направлена именно на обеспечение продовольственной безопасности нашей области. Давайте тогда еще поговорим про потенциал. Потому что с рабочим визитом у нас 11 мая был первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. И по итогу встречи он очень высоко оценил потенциал нашего региона, агропромышленного комплекса нашего. Можете конкретизировать, что он имел в виду? Да, на самом деле 11 мая Джамбулат Хизирович присутствовал вместе с руководителями департаментов. Было несколько департаментов. По их предложению мы провели агропромышленный межрегиональный форум по развитию малых форм хозяйствования. Наша область была выбрана не случайно. Почему? Потому что как раз реализация этой грантовой поддержки. По итогам 2012-2017 годов мы реализовали ряд проектов, которые получили признание на федеральном уровне. То есть это у нас, по примеру, потребительский кооператив «Спас» имеет золотую медаль «Золотая осень» 2017 года. Это было крестьянско-фермерские хозяйства, которые реализовали проекты семейной животноводческой фермы, тоже признанными лучшими. И в связи с этим было принято решение провести это мероприятие у нас. Когда к нам делегация прибыла, мы приглашали все шесть субъектов Российской Федерации, которые входят в Уральский федеральный округ. Мы им показали на примере самые ближайшие наши объекты, чего мы достигли. Джамбулат Хизирович, кроме этого, посетил тепличный комплекс, этот уникальный проект, там же рядом находящийся по козьей ферме. И отметил необычность подхода Свердловской области, что при взаимодействии с крупным бизнесом мы реализуем крупные институционные проекты. При этом идет развитие и малых форм хозяйствования. И самое-то главное, он увидел настрой наших аграриев, наших людей, фермеров, потребкоперативов, о том, чтобы дальше развиваться. И именно вот это, наверное, ему позволило сказать, что у Свердловской области имеется огромный потенциал. Ну вот он заявил, что итог сегодняшней встречи в самое ближайшее время будет выражен в грантах и в их большем объеме. И нам очень важно, чтобы сегодня каждый работающий и начинающий фермер имел возможность получать меры господдержки. То есть будет увеличение из федерального бюджета, правильно, на эти направления. А все-таки те же фермеры говорят, что все равно у нас есть еще некие вопросы при получении поддержки от государства. И они говорят, что некоторые сложности они испытывают. Как ведется работа, чтобы разрешить эти вопросы по получению и грантов, и субсидий, и по низкой ставке кредитов? Потому что даже пример они приводили, что в 2017 году займы по ставке 5% годовых получили трое фермеров, членов Союза Крестьянско-фермерских хозяйств. Вот в этом году как будет организована эта работа и что делать? Ну действительно, с 1 ноября 2017 года впервые в России была примена новая система льготного кредитования. Все равно, когда принимаются какие-то новые меры, необходимо время на ошибках обкатывать данный механизм. Значит, при выступлении, еще раз обращая внимание, присутствовали представители различных субъектов Российской Федерации. Мы будем говорить только за Свердловскую область сегодняшний день. Значит, в том году, ну действительно, когда это все начиналось, малый форум хозяйствования по новому законодательству предусматривается не меньше 20% от общего объема выделения средств Минсельхозом для банков. У нас особенность, что у наших фермеров их в общем количестве 20%, ну как в других субъектах, не присутствует. Но, тем не менее, у банков, у каждого банка свои требования корпоративные, где-то они более жесткие, где-то они более лояльные. Ну действительно, это присутствовало. Но в этом году показатель мы смогли привлечь только на весенние полевые работы 1 миллиард 240 миллионов рублей. В то время как в том году мы всего привлекли около 800 миллионов рублей. Мы говорим про всех. И второе, наверное, замечание, просьба фермеров, получателей, грантов заключается в том, что, например, начинающий фермер, у нас мы когда проводим конкурс, это очень сложная процедура, чтобы выявить из тех потенциальных участников того человека, который реально будет с душой относиться к этому делу, даст больше эффективность от получения государственной поддержки, выбрать тех, кто это реализует. Так вот, например, начинающий фермер, конкурс 1 к 8, семейная животноводческая ферма, конкурс 1 к 5. Это в нашем регионе? В нашем регионе. То есть 5 человек заявляется, а у нас есть возможность дать только одному на семейную животноводческую ферму. Еще раз говорю, это очень тяжело определить. Но плюс в чем состав данных конкурсной комиссии, не менее 50% входит, скажем так, представителей от общественности. Это члены АКОР, члены Союза крестьянско-фермерских хозяйств, депутаты, ну, скажем так, общественные люди, деятели. И чиновник выбирает, чиновник там присутствует, он вместе со всеми людьми, которые в этом понимают, заинтересованы, чьи интересы представляются, проводит этот отбор. Может быть, сложность-то в том, что не хватает денежных средств всем желающим. Но чем располагаем, то есть. Ну, они с каждым годом растут. Насколько я поняла, что в 2018-м сумма средств господдержки начинающих фермеров и семейных ферм увеличится в два раза. Это правда? Это в конце 2017-го года. Вот как раз-таки тоже разговаривали об этом на собрании Союза крестьянских фермерских хозяйств. Ну, маленько поменьше, да. Учитывая итоги отбора нашей Свердловской области, федерация нам увеличивает. Так же, как, например, в результате работы по первому кварталу 2018-го года, федерация нам увеличила денежные средства на обеспечение жильем молодых специалистов, работающих в сельском хозяйстве. На газ добавили нам 24 миллиона. Это вот как раз оценка федеральным министерством работы нашего субъекта. Тогда еще один вопрос, который волнует очень фермеров, это введение обязательно электронной ветеринарной сертификации. Вот в этом году. Они говорят, что это достаточно сложный механизм, потому что в некоторых сельских поселениях нет интернета до сих пор. Это очень большой такой документооборот. Вот как-то идет работа по оптимизации как раз-таки вот этой обязательной электронной ветеринарной сертификации. Я понимаю, что это очень нужно и для самих фермеров, но вот сам процесс бумажный, вот эта процедура как-то оптимизируется? Да, действительно, ветеринарное сопровождение, ну это в первую очередь безопасность движения, производства, переработки, потребления сельхозпродукции, продукции потребления человеком. И федеральный законодатель, решив, преследуя некоторые цели, навести порядок на этом рынке, значит, с одной стороны упросить. Сейчас мы живем в 21 веке, и в послании президента говорилось о направлении цифровизации нашей экономики по всем направлениям. Было принято решение, чтобы заменить оформление бумажных сопроводительных ветеринарных сертификатов всех на электронный вариант. Значит, это вызвало, ну, породило кучу всяких где-то довольств, где-то недовольств, но первый раз этот процесс перенесли, он должен был вступить с 1 января 2018 года, его перенесли на полгода. Проблемы на самом деле существуют, то есть продвинутые предприятия, пищевой, перерабатывающей промышленности, они эту сертификацию и раньше перешли. То есть им это проще делать, в электронном виде все оформлять, вместо бумаги. Но вот сейчас применительно к той ситуации, которая наступает с 1 июля, не учли интересы, правильно вы говорите, труднодаленных, труднодоступных мест, где зачастую нет связи с интернетом. Он непостоянный, слабый сигнал, еще что-то. Вот буквально сегодня мы проводили совещание с участием департамента ветеринарии, Ростельхозназора Свердловской области. Как эту проблему решить? Проблема есть, но есть пути решения данной проблемы. То есть по согласованию с ветеринарными службами, с Ростельхозназором, возможно выдача, оформление вот этих документов сборщиками молока. То есть первый этап, когда лично подсобное хозяйство произвели молоко, они же все равно его куда-то задают. Первый, кто к ним приезжает, это либо сборщик смолзавода, либо сборщик, который занимается этим. И вот эта ответственность на первое оформление ложится уже сразу на того, кто будет это молоко дальше сдавать на молзаводы. Значит, для этого нужно получить документ о том, что я, Иванов Иван Сергеевич, занимаюсь производством молока и доверяю вот этому сборщику оформить для меня документы. Но это должно быть в рамках закона. И эта справка должна выдаваться не каждый день оформляться, например, а на какой-то период, там позволяется на месячный срок. Если у сборщика есть маршрут приобретения за закупки молока, то все, кто у него стоят в этом маршруте, они должны быть у него и оформляться. То есть пути решения есть. Как раз мы сегодня обсуждали и надеемся, что при наступлении 1 июля больших проблем у нас не будет. Мы заблаговременно это все проговариваем и решаем. Понятно. И еще небольшая такая проблемка. Это объемы сельхозстрахования, которые тоже снижаются у нас. Причем интерес к этому виду сельхозстрахования падает как со стороны регионов, так и сельхозпроизводителей. Вообще, по данным 2017 года было заключено в 2 раза больше договоров сельхозстрахования без господдержки. То есть, при том, что сельхозпроизводители полностью оплачивают всю страховую премию самостоятельно. Вот вообще, насколько эффективна вот эта господдержка сельхозстрахования? Предприятия, которые являются финансово устойчивыми, успешными, они все страхуют по максимуму. То есть, они просчитывают свои риски, они просчитывают свою безопасность и этим занимаются. Вот вы привели цифры 2012 года. Действительно, в 2012 году без господдержки страховалось больше, чем сегодня с господдержкой. Это связано с законодательством, которое законодатель федеральный определил для страхования. То есть, сперва было можно, к примеру, всегда на примерах проще рассматривать, сперва можно было страховать, например, определенные поля. Ну, знаем, что, например, поле внизу, там бывают заморозки. Поле возле реки может его затопить, там, ну, моменты выбирать. То в 2014-2015 годах законодатель ввел новые изменения, направленные, ну, скажем так, к пользу, наверное, страховых компаний. То есть, нужно стало страховать всю культуру, независимо, где она расположена, какой сорт, еще что-то. Когда застрахуешь всю культуру, стало необходимо приглашать специально уполномоченное лицо, которое бы именно подтвердило, что это все сделал. Необходимо там вносить минеральное удобрение, обрабатывать. И сельхозтоваропроизводитель не смог выполнить все эти условия. Поэтому самое главное еще там виды страховых случаев, например, по животноводству. Там есть перечисленные виды, когда наступает страховой случай. Но, например, нет там от пожара, нет от какой-то там инфекционной болезни. А ему как раз и нужно застраховать вот эти особые случаи. А они под господдержку не попадают. Поэтому у нас по растеневодству сократилось. Если мы в 2012-2014 году страховали больше 50 тысяч гектаров, то в 2017 году у нас цифра составила 24 тысячи гектаров. Но сельхозтоваропроизводители страхуют уже не по господдержке, а самостоятельно, выбирая другие программы. То есть получается это так выгоднее для всех? Да. Тогда сейчас поговорим про посевную, потому что в этом году она началась у нас на две недели позже. А что сделано для того, чтобы закончить посевную в срок к 1 июня, который вы, собственно, и поставили? То есть сколько дополнительной техники вы выявили? Что вот сделано? Значит, мобилизированы сейчас все средства, которые возможны для проведения посевной кампании. Действительно опоздание 2-3 недели. Это связано с природно-климатическими условиями этого года. Старожилы, которые долго занимаются сельским хозяйством, говорят о том, что напоминает 2007 год по природно-климатическим условиям. Значит, если сельхозтоваропроизводитель готов вступить в данную стадию, то природа нам не позволяет. В этом году происходят уникальные вещи. У нас обычно технически оснащенный более восток всегда первый приступал к посевным работам и заканчивал. В этом году у нас как раз отставание Ирбитского района, Байкаловского, Слободотуринского, Талицкого самое большое. На сегодняшний день они имеют проценты посевных площадей, кто-то 10-15%. В целом Светловская область на утро сегодняшнего дня, по итогам вчерашнего дня, посеяла 31,5%. Сегодня день хороший стоит. Мы понимаем, что процентов, наверное, до 6 сегодня мы произведем посев. Итого у нас будет, ну, пусть 36-38%. В том году на данную дату уже было посеяно 85%. То есть отставание в два раза по объемам посева. Минеральные удобрения в этом году закуплены больше, чем в том году. Как я говорил, кредитных средств привлечено больше. Молочные заводы также прокредитовали наших аграриев на проведение посевных работ. Но возникают другие проблемы, про которые нельзя молчать и не говорить. Это рост дизельного топлива за этот период составляет там до 8-9%. Это очень сильно повышает затраты сельхозтоваропроизводителей для производства своей продукции. Это их себестоимость, это их выручка, это их чистая выгода. Этот первый вопрос. Про молоко мы говорили тоже про снижение закупочных цен. Это же тоже деньги. Ну ладно, вот власти реагируют, как бы восполняем. И надеемся, что до 1 июня основную часть мы все равно выполним. Как показывает прогноз, сегодня тепло у нас на улице жара. Послезавтра опять до 10 градусов, в нем только до 12. А какие прогнозы вы строите, поражаясь в связи с таким аномальной уральской погодой? То есть она всегда у нас аномальная, но в этом году какая-то особенная, удивительная зима, бесконечная. Весны толком не было, пришло лето, и вдруг уже сейчас она закончится у нас. Вот какие прогнозы у вас? Очень рискованный у нас регион, конечно. Что касается отрасли растениеводства, как говорится, человек предполагает, Бог располагает. Никаких прогнозов строить мы сейчас не имеем права. Наша задача посеять, внести вовремя, провести первую обработку растений наших культур. И в процессе регидационных всех этапов растений продолжать ухаживать за растениями. А погодные условия, это количество солнечного тепла, света, влаги, это все зависит от природы. Вот как сложится, так и сложится. Поэтому прогнозы никаких давать мы не можем. Ну и давайте с вами завершим, наверное, разговор про агропромышленный форум, который у нас прошел, на нем присутствовали и участие приняли более трехсот представителей. Это руководители региональных органов управления АПК и муниципальных образований, сами фермеры и федеральные приезжали чиновники. Вот какие основные вопросы интересовали фермеров в этом году, и какой был основной диалог власти и людей, которые работают на земле? Конечно, это со стороны сельхозтоваропроизводителей, фермеров, потребкооперативов, чтобы власть понимала проблемы, которые существуют на сегодняшний день у сельхозтоваропроизводителей. Чтобы власть слышала, чтобы власть реагировала на те вызовы, которые есть у нас на сегодняшний день. Чтобы мы говорили про увеличение государственной поддержки, об увеличении направлений этой государственной поддержки, про отчетность, про регулирование цен на дизельное топливо, минеральное удобрение. Именно селяне у нас открытый народ, мы это тоже поддерживаем, также стараемся разговаривать, общаться, быть коммуникатором между людьми, которые на земле и которые в органах госвластия находятся. Ну и кроме этого, конечно, другие показывали результаты своей деятельности. То есть на этом же форуме у нас была выставка, где мы представляли достижения Свердловской области. Удивительно было, конечно, московским гостям увидеть, что мы производим мед с использованием наших природных лесных даров. Это сосновая шишка, из китрача что-то делалось. Это наше народное творчество. То есть есть что показать. То есть мы и показали, и обсудили проблемы, которые есть, чтобы развиваться дальше. То есть есть чем удивить москвичей Свердловской области и Свердловским фермерам. Да. На этой позитивной ноте мы заканчиваем разговор о развитии сельского хозяйства Свердловской области. Напоминаю, что на разговоре с главным был министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!